Мне хочется побеседовать чисто по-братски, знаете, как друзья, как сотрудники. Кстати, не все здесь пресвитеры, есть некоторые, которые попросились присутствовать здесь, как уполномоченные от имени пресвитеров, потому что пресвитера их не смогли приехать. И поэтому это не сильно страшно, мы не будем скрывать какие-то там нюансы. И я думаю, что просто присутствие вот этого миссионерского духа, который уже является очевидным, я не думаю, что только на этой конференции, но и на предыдущих, и все то, что лично я вижу и слышу, даже сейчас молился, в общей молитве когда было, как некоторые мужи веры иногда высказывали, мы или глаза это видят, мы или уши. Потому что далекие 80-е слово миссионер вообще не произносили. Оно лично знакомо было только по книжкам, и то подпольным. Про племя Ауку и многое другое. Мы, сверстники, наверное, думаем, что помнят эту историю, а поедут на миссию. Каждый из нас понимал, что это такое. Не говоря о том, что опыта не было, и пришлось идти как могли. Но не об этом я хочу говорить сейчас. Сейчас другое время. И это время мы не имеем права его упустить. Когда я слушаю это свидетельство, у меня дух сокрушается, торжествует. И самое ценное, что мы видим молодых братьев. А тех, о ком сказал Иоанн, пишу вам, юноши, потому что вы сильные по вере. Может быть, есть старше меня, я не знаю. Но мне уже 58. Есть кто-то старше? Есть. Есть сколько? 60. 60. Далеко не ушел. Так вот, друзья мои, хочется сорваться, как и прежнее, а уже не то. Ни здоровья, ни силы. И почему я это говорю? Потому что сейчас самая главная задача для нас, особенно, я говорю, моих лет, те братья-пастора, не упустить свое время, увидеть вовремя тех, кого нужно благословить. Пусть они даже очень трудные, неудобные. Как обычно, миссионеры, самые неудобные. Я один из тех. Всегда трудно меня можно было проглотить. Ну и, слава Богу, что не проглотили. Трудно съедомое. В какой-то степени, может быть, это не просто защитный механизм, а необходимость. И вот здесь я бы хотел просто порассуждать, поделиться, поразмышлять вместе с вами. Я бы хотел услышать ваши тревоги, ваши беспокойства. Те, которые тревожат вас. Особенно неугомонные. Один старший пресвитер по Одесской области в свое время напрямую пришел и как заговорил с кафедры и непосредственно ко мне. Что это не чуть ли человек неразумный. У него ревность по нерассуждению. И пошло-поехало. Думаю, что многие из вас испытывали нечто тоже подобное. Но не дай Бог нам не войти в эту роль. Поэтому и мое пожелание, чтобы видеть дух времени, который Бог сам дает. Конкретно даже в Украине буду говорить. Я думаю, что через годы ответы на многие вопросы, которые вас сейчас волнуют, в связи с всеми этими событиями, найдете их вновь и вновь именно в миссии Бога. И надо признать, что украинское братство, которое в Европе одно из самых лучших, где-то уже признано, знаете об этом, излишне о статистике говорите. Я вспоминаю еще те годы, как Духонченко на всяком съезде, вера, помните, братья из Украины, встать и ух, весь зал, вот тебе и съезд, вера, помнишь, да? И слава Богу, и это еще остается. Но возможно, что Бог допустил это, потому что вот этот период, который был, начало перестройки по сегодняшний день, ну скажем так, поувлекались некоторые. Не буду называть где, куда застряли. Но во всяком случае я смотрю, что эта теснота начинает раскрывать Божий простор. И то, что лично я вижу, говорю прямо. Во-первых, простоту во Христе, которую вы организовали здесь, без всяких этих помпезностей, и без тех, которые пальчики растопыривают, как великие знаменитости. Вот этот Дух, он очень нравится Христу, и думая, что Он его создал во всех вас и привел, и думая, что нам сейчас нужно, вот в этой же простоте, не уклоняясь, как говорит апостол Павел, увидеть действительно тот зов, который непосредственно относится уже к нам, и пересмотреть, пересмотреть в срочном порядке ценностную систему нашего служения. Поэтому я пытаюсь быть с вами открытым, простым, буду делиться, если это в силу моих возможностей, думаю, что есть другие, более опытные, делиться всем тем, что Бог дал. А вам уже судить от Бога, это было или нет. Значит, несколько точек все-таки я подчеркнул в отношении проблемы. Первое. Все-таки надо признать, что мы не научены предшествующими братьями и миссионерскому служению. Это надо признать. Не говоря о том, что даже были серьезные сопротивления, противостояния, недопонимания. Если где-то, какая-то работа делась в этом вопросе. Более того, в бывшем Советском Союзе была запрещена миссионерская деятельность. Категорически была запрещена. Еще раз говорю, это касается все-таки пасторов моего возраста. И вольно-невольно, есть такое понятие, извините, употребляю слово психология, но она медицинская, она чисто научная. Есть такое понятие фиксация. И вот то, что когда-то было заложено у нас, оно просто срабатывает. И вы увидите именно о чем речь дальше идет. Что это за элементы, которые нас подводят. Как они всплывают с уровня подсознания, и мы не понимая, делаем то, что противоречит не только нашему пониманию, ума и духу, но то, что даже может противоречить и духу святому. И можем даже казаться и богопротивниками. Помните слова Гамалиева. Эти элементы нужно учитывать. Нужно помнить и нужно знать. И тем более, когда уже пойдет за 60, есть еще другая опасность, когда мы начинаем усиленно забывать. И у нас становится все новое. Хотя все вчерашнее. Только мы начинаем повторять одно и то же. И начинаем разочаровывать своих подопечных. Но это только элемент. Значит, предыдущие не участвовали в конкретно миссионерских служениях, краткосрочных или долгосрочных. И это серьезно деформировало их понимание вообще в отношении миссии Бога. В отношении введения. Как таковое служение. Почему? Потому что их забота была в основном, как заполнить зал, чтобы было больше церквей. И не исключено, никак мы не можем не признать факт, что присутствовал такой вирус, может быть, еще присутствует. Когда спрашивают друг друга, пастор, привет, привет, сколько у тебя членов церкви? Ну, у меня там 50 человек, и бедный аж не может его высказать. Но я думаю, 300 человек. Важно и нет. Но самое интересное. Мне последовал следующий вопрос. А ты начинал или тебя поставили? А потом умалчивается. Если этого не было, или такого нет, скажите, я покаюсь. Если этого не было, если этот вирус не цепляло никого, а вот мне приходилось и приходится все-таки еще раз не с одним группами служителей и проводить семинары, и беседовать, и наблюдать за поведениями, кто откуда приехал даже, разница есть или из деревни, или из Киева, нас подводят, еще раз говорю, все эти элементы, подводят на ровном месте. И мы спотыкаемся. И через это мы теряем Божью благодать. В принципе, можно все изменить, если только, считая, что он никогда не будет поздно, если мы с вами примем решение, все-таки занять место миссионера. Независимо от существующей литературы. Всякого характера. Может быть, даже противоречащей всему тому, о чем я сейчас говорю. Вполне возможно. Однако, хотя бы на краткосрочное миссионерское путешествие, однажды побывав, в первую очередь, пастор, он сразу поймет многое, куда рвутся его овечки. И куда рвутся самые лучшие его люди. Я же его готовил заместителя. Ну куда тебя, миссионер, ну это же не нормально. И у меня это было. Был случай, когда я готовил одного, а он взял, сорвался и опередил, и поехал в Красноярский край. И слава Богу, что я не успел удержать. Бог взрастил и поднял другого. Скажу лучше. Потому что всегда Бог. Я не умоляю роль того, но именно как пастор, который сейчас, он присутствует здесь, значит, он усмотрел другого, которого ни один из братьев не видели. Я тоже готовил даже тогда же еще одного думала. Нет. Если действительно мы понимаем нашу роль, еще раз объясняю, как пресвятера и как родители уже, говорю именно с этого статуса, как родители, духовные родители, мы обязательно должны понять, что если у нас присутствует страх, о чем я буду говорить чуть дальше, тревога, беспокойство, чтобы, не дай Бог, что-то не случилось, что-то не произошло, чтобы его куда-то не занесло, да я же в ответе перед Богом за эту душу. Значит, чтобы это не произошло, поэтому нам нужно пройти путь. Хотя бы на короткое время. Сделать все необходимое. Пожертвовать временем. Передать даже временно церковь. Ничего страшного нет. Поехать и попробовать. Миссионерский боек, образно говорю. Попробуйте его. Посмотрите. Более чем уверен, что вернетесь обновленными. Но вы пересмотрите. В своих планах, в своих стратегиях. А также в отношении формирования тех сосудов, которые Бог доверил вам, если в нас не произойдет та перемена, чтобы мы, подобно как Анна приготовила своего сына, чтобы передать Богу, у нас будут проблемы. запомните. запомните. Тех, кого мы будем удерживать сильными усилиями, видя в них обязательно только лишь заместители, и ни за что эти могут оказаться нашими гонителями. «Слышите меня? Когда Бог говорит отдай лучшее, значит отдай. То, что трудно будет расстаться. А ты знаешь, ты его не забудешь. Отдай сына, он сказал Авраам. Отдай. Надо нам сейчас проверить свои сердца и забыть вопрос. А на гривнях наших счет там и прочее. Забудьте это все. Политика, невозможное, еще что-то. Все уже кончилось. В период глобализации вы видите, что творится. Кто мог подумать, что в Тайване окажутся, в Индии окажутся ваши. Это же вообще. Вопрос другой сейчас. Насколько мы успеем полностью пересмотреть свои позиции в отношении что мое, что наше, что является церковным. И скажем Богу, извини Господи, но он нужен мне. Если я говорю что-то лишнее и ненужное, и что, скажем, вообще мы свободны от всего этого, скажите, я закрою эту точку и даже не будем рассматривать. но я только приподнимаю. Знаешь, что я делаю? Я раздуваю огонь. Тот, который просто дымит, а жар есть. Чуть-чуть. То в одну сторону, то в другую сторону. А нам жарится. Нашей совести. Мы можем молчать. Мы можем сказать, что у меня все нормально. Хорошо? Слава Богу. Но не забывайте о поддувале Языкиля. Закрывай точку. Следующий вопрос, который в отношении нерациальных страхов и беспокойств. Никогда нам не надо забывать историю с Саулом. Вначале успешный логин. В молодости своих храплый. Почему? Потому что Бог изменил сердце его. И мы помним, он не был таковым. Впоследствии, когда началась конкуренция своим дядям, он пошел вниз. И то устремленно. Уже за мой опыт скромный, уже чисто как служитель, не только, скажем, там, где приходилось нести служение, и сейчас несу, но и в других местах, где приходилось бывать, общаться, нескромно скажу, консультируйте своих коллег. Я еще не встречал ни одного служителя, который бы держался за свое кресло, и чтобы не упустил его, или, скорее всего, потерял его, и то с позором и стреском. Если только в церкви началась война, конфликт между служителями, между проповедниками, между теканами, и то борьба за власть, мы страшно ненесем ответственность большую. Таковым я лично предложил бы действительно изжать на один год на миссию. И конкуренту отдать, да? Как? Церковь отдать конкуренту, да? Знаете, Бог так чудо сделает, что тот конкурент даже и не залезет в Бога. Бог знает, как сделать. Вот эти вопросы еще мы будем рассуждать. Я не говорю как правило, я не говорю здесь как шаблон. Понимаете, я говорю об ответственности. Я лично боюсь, скажу прямо, боюсь конца Сауна. Я страшно боюсь. Лично моей жизни пришлось передавать и не бояться. Чуть раньше, чем 50. Только что мне брат Сергей поделился о церкви в Молдове, где пастора 4, явно большая церковь, не сказал точно где, где пастора заключили договор между собой. До 50 лет и до 55 лет, извините, статистику, точно цифрами не берите меня за слово, не ловите, потому что все было в движении. Но мысль основная. Значит, до 55 лет, кажется, пастор остается как пастор основной, после этого передает уже более молодому, сам остается как в преседерском совете. потом еще следующий этап, это где-то до 65 или 60, не знаю точно где, даже уже уходит от пасторского преседерского этого совета и знаете, куда уходит? Идет созидать новую церковь. Весь тот опыт, который имеет, а тем или ими, тогда наступает такой кризис, чисто возрастной, не буду сейчас говорить об этом, не на не это время, но это реально, уже все это испытали на себе преседера. Когда нас не остановить, испытывал уже на себе, значит и мы думаем, что только мы и никто другой. Так вот, дается им простор на свободу. И там рассказывают про одного преседера, который несколько уже церквей новых организовал. Энергия осталась, желание проповедовать еще есть, значит весь опыт вкладывает в созидание нескольких церквей. И после того, когда он оставил церковь, он организовал еще новых молодых церквей, а тем более еще на пенсии. Так что пенсия, как таковая, нас не ожидает. И тем более с позором, что они чуть ли забудут, забросают на этом все. Нет, друзья. Закрываю эту точку. Следующее. Значит, это, как уже говорил, в отношении хиперактивных, мы их иногда называем буйных. Значит, естественно, мы пытаемся их укращать, усмирять. И хочу здесь спросить у вас, кто успел укротить таковых? И они стали смиренными. Поднимите руки, пожалуйста. кто успел использовать рычаги власти как пастора, успел укротить вот таковых. Пожалуйста, поднимите руки, поделитесь. Я хочу услышать, я сразу передам вам все в ваших руках, и я хочу слушать вас. Кто сам такое, что делает? Это вот, это же другой вопрос. А зачем их усмирять? Вот нужно пустить. Не надо их усмирять. Пустить из работы. Пустить? На воль. не как козлов отпущения. Опустить и пусть, извините, рога ломают на открытом поле. А там Бог не образ такой, образ, образ. Вы понимаете? А там Бог приучает по-своему. И тогда они не обижаются ни на кого, возвращаются, так любят церковь, любят пастора, все прекрасно. Одним словом, здесь нужно вовремя усмотреть, увидеть. Действительно, не только, когда Бог хочет забрать то, что мы так полюбили и приготовили вместо себя. Так, мы всегда готовимся, это хорошо, готовить. Это правильный принцип. Ни в коем случае мы это не должны отменить его. Но если Бог скажет, отдай, отдавай. и другое. Вот этих неудобных просто-напросто направьте эту энергию, поставьте им задачу. Благословите, вдохновите, не пожалеете. Не пожалеете, а не вернуться, может быть, когда-то в церковь, как Яков, уже с другими бедрами, патриархами. И вы тоже очень много болячек избежите. Включительно и неврозов. Имейте это в виду, пожалуйста, знайте об этом. Другое дело еще подозрение. Вольно или невольно, мы как выходцы из коммунистического лагеря, мы всех всегда подозревали. Начиная в шпионаже, заканчивая в чем только. Ни один из нас не свободен, нерегистрированная, не автономная, ненезависимая, не говоря об отделенных и так и подобное. Нас всех задавил этот вирус как жаба. И мы всех всегда все во всех подозреваем. Я не говорю о крайних таких, я бы сказал, может быть, более-менее умеренно. но поднимите руки у кого не появлялся вопрос, с чего бы это? С чего бы это? Нет, тут есть что-то гнилое. Кто-то, может быть, слышал, смотрел, кто-то, может, присутствовал на семинаре, когда я проводил о даре о развлечении духов. Он должен быть, но это не дар, извините, в кавычках, подозрения. Это совершенно другие вещи. Можно пойматься, можно не распознать. Очень опасно. Пострадал из-за подозрения Иосифа. Пострадали немало Давид. Пострадали его братья. Можно было бы здесь перечислять, все вы, служители, проповедники, знаете, действительно, насколько это опасно. Сохраните себя от подозрения. потому что говоря о конкуренте, может быть, это вовсе не конкурент. Может быть, это просто ревность по Богу. А подозрение подвело нас. И мы уже начали потихонечку такую гибридную войну. Сейчас очень мотно говорить. Про гибридную войну. Сохрани нас, Боже, от этого. Почему? Потому что если только найдет себе место в церкви, и мы как служители, если только мы допустили этот вирус, значит, все то, что вы создали всю жизнь, буквально рухнет в один миг как моль. Буквально в один миг. Даже не поймете, как оно пошло, откуда цепочка, откуда какое звено, вокруг будете сжимать буквально все свои усилия, руками цепляться, как только можете, всю энергию вложите, а оно будет рушиться, 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 и пока не рухнет все. Зависть, я думаю, излишне будет, особенно в отношении тех, кого мы увидим, что они успели, преуспели. Почему смело говорю об этом, скажу откровенно? Для меня было и остается самым большим удовольствием увидеть человека, вымолить убого откровения, что ты будущий служитель. Как и вы, так я ни одного рукополагал и на декана, и на пресвитера, и на миссионеров. Самая главная большая ответственность была это увидеть. И самое приятное лично, что доставляло мне удовольствие, когда я вижу, что они растут и что они совершают тело тысячи раз лучше, чем я. Там я безмало не сказал слово «Бог вовремя меня убрал», перед вами скажу, с южного, чтобы поставить себе удучивание. Это некрасивое слово. Он знает, что я за человек по природе. Я больше всего миссионер. На то, что уже те, которые сейчас несут служение и разворачивают то, что создали, явно я бы не потянул в силу своего характера. Я думаю, что у вас лучше все получается, но я вот такой, как есть. И самое главное, что я хочу поделиться. Для меня лично от наслаждения увидеть, что Бог благословляет в два раза больше и лучше, они справляются, чем если бы я оставил. Поэтому мы должны быть свободны от этого страшного порока, который, опять-таки, говорю, как торфяной пожар загорается на уровне нашего подсознания и движет нами, дымит все, и мы не можем понять, а на самом деле там гложет. Почему все-таки не я, а он? Почему ему спелить десять тысяч, а мне всего-навсего тысячу, понимаете? Поэтому надеюсь, что ничего нового не сказал, но думаю, что, может быть, опять-таки, если подул ветер и в этом направлении, то, друзья, лучше тушить вовремя, чтобы не разжег свой огонь. Страх. Страх и беспокойство, чтобы, не дай бог, что-то не случилось у всего этого. И тогда мы начинаем думать, как брать все под контроль. И то, может быть, вежелых руководствах. Не помню, не знаю людей, которые проявили себя и показали себя в этом духе, чтобы они успели действительно все проконтролировать и поставить всех и всех на свое место исключительно всякими уставами, всякими точками, чтобы, в конечном итоге, не разочаровались. В первую очередь, в них, в таких слушателях. Я не говорю лидерах, потому что они уже переходят на другой уровень или в другую категорию лидеров. Простите, я лидеров в церкви не признаю. С позиции того навязанного нам представления, каким должен быть пастор как лидер. Столько лидеров уже столько разрушили и наделали, что нам пропихнули психологию и, казалось бы, все очень правильно, все даже очень уместно, все критерии не чуть ли даже нам нравятся, но это ничто иное, как соусские доспехи. Они очень нравятся людям, они могут нравиться на первое время даже и самой церкви, начиная с дипломов, образования, степени, регалий, все это, слушай, все отлично, но очень много мы теряем или я бы сказал все теряем по одной причине, что часто мы становимся слепыми, подобно как в свое время Исаак, ослеп и не мог распознать. Самое главное, на что ставила ударение первая церковь, Христос, это если на нем благодать Божия. Поднимите руки, кто успел в поисках именно будущей замены или руководители церкви, кто не поддался искушению начитаться хорошей литературы по поводу лидеров и пропихнуть красиво и даже снять себе ответственность. А зачем и Богу молиться? Бог и так благословит. Большое дело. Смотри, как красиво говорит. Имеет бакалавр и прочее, прочее. Я не имею ничего, а вы не подумайте, что у меня какие-то комплексы с учеными. У меня своих свое достаточно. Не об этом речь. Речь о том, что я скорблю, когда я вижу, как нас подвели и мы не имеем права. Это будет последний тот, который я просто прошу. Если до сих пор не молились, начинайте молиться. Господи, помоги мне распознать твою благодать набрать. На этом человеке, на этом человеке, на этом я хочу увидеть благодать. Потому что и служение Иисуса Христа началось именно с чего? Характеристики. Характеристика Катала он говорил, что? С благодатью и с властью. Так то же самое переняли эту благодать апостола. Так перенял и апостол Павел. И церковь по сегодняшний день еще живет и существует как живой организм, не как структура вселенская. Не за счет умников и администраторов, и лидеров. Может, кто-то не согласен, нет проблем. Можете сореваться при своем мнении за счет людей на кого благодать Божия. И то в изобилии. О чем лично? Мы должны ревновать, чтобы не лишиться этой благодати? Так, чтобы в конце концов или в конце нашего служения сказать, подобно как Павел, я есть на то, что есть. Вы помните, как регалии он все эти перечеркнул? Он говорит благодатью «Я есть не то, что есть». Вот это мое пожелание, чтобы каждый из нас закончил свою жизнь именно этими словами. Спасибо. Спасибо.